Начинаем с боя, который состоялся 20 марта 1993 года. Дюссельдорф, Германия. Девятая защита титула Чарльзом Уильямсом. Он темнокожий боец в трусах серебристого цвета. Противостоит ему немецкий боксер высоченной Генри Маске. На кону стоит титул IBF в полутяжелом весе, который у себя удерживал Чарльз Уильямс по прозвищу Принц Чарльз 5,5 лет. 8 успешных защит он уже провел. Но теперь ему противостоит боец из разряда тех, кого не так часто встретишь на профессиональном ринге. И с боксерами такого плана Чарльз Уильямс никогда не встречался. 20-й бой Генри Маске в профессионалах. 40-й, кстати, для Чарльза Уильямса. И для того, для другого юбилейное. И довольно поздно перешел Генри Маске в профессионалы. Он начал свою карьеру в 90-м году в возрасте 26 лет. До этого успел собрать все золото мира, которое есть у любителей. Вдумайтесь в его титулы. Трехкратный чемпион Европы. Чемпион мира. Чемпион Олимпийских игр. Двукратный обладатель Кубка мира. На Олимпийских играх в Сеуле в 88-м году у всех соперников, кроме одного, он выиграл в одну калитку. 5-0 поставили судьи. А тот самый один, он просто не вышел на бой. И после того, что совершил в любителях Хедри Маске, последний раз, кстати говоря, он стал чемпионом мира в Москве в 89-м году. Получил кубок Рейдер Дал Рассела как лучшему боксеру турнира. И с тренером Манфредом Фольке решили они, что пора уже попробовать свои силы и профессионалов. И вот на счету Генри Маске к моменту этого боя было 19 побед в 19 боях. Он уже успел сразиться с довольно опытными соперниками. Выиграл он у Шона Мэнниона, у Яви Дэвиса, у Тома Коллинза, у Лести Стюарта. Успел съездить и в США, во Францию. Но теперь ему предстоит главный бой в профессиональной карьере. Бой за титул чемпиона мира. Конечно же, добился Генри Маске его довольно рано. Учитывая его заслуги любительские, ну и безупречный послужной список профессионалов. Однако Чарльз Уильямс – это боксер другого уровня. К моменту этого боя на его счету было 33 победы, 24 нокаута, 4 поражения и 2 ничьи. Как я уже говорил, 5,5 лет он удерживал титул к тому моменту. Завоевал он его в октябре 1987 года техническим нокаутом в 9 раунде, одолев Боби Гжиша. Очень упрямого, мастеровитого соперника. Причем Уильямс продемонстрировал свою козырную карту, свой характер. Дважды он оказывался на полу, но затем устроил Гжишу такую трепку, что секунданты решили снять своего боксера. И таким образом был провозглашен Уильямс чемпионом. Однако нельзя сказать, что его карьера была до того момента услана розами. Он начал в 1978 году в возрасте 16 лет, начал с поражения и довольно часто в течение первых 6-7 лет эти самые поражения терпел. Накутировал его Джефф Лампкин, будущий чемпион мира, правда? Это произошло в 1981 году, а в 1985 взял реванш Чарльз Уильямс за это поражение. Проигрывал он Марвину Джонсону, экс-чемпиону мира. Рейджи Гросста, кто-то вообще нокаутировал Чарльза в первом же раунде. Так что ни шатка ни балка шла его карьера до 1986 года. И тут в бою за титул USB-A, а как вы знаете, IBF и USB-A это две родственные организации. USB-A, можно сказать, дочерняя у IBF. Так вот, выигрывает титул по версии USB-A Чарльз Уильямс. Побеждает с трудом Джеймса Салерна и пошло-поехало. Одна защита титула против Джо Гольфина. И дальше Бобби Гжиш и все остальные соперники. Причем не сомневался, в принципе, Чарльз ни на секунду драться с этим человеком или не драться с этим человеком. Драться у него на родине или не драться. Сейчас вы видите, получает замечание, вернее, снимает балл с Чарльза Уильямса за опасное движение головой. Пару раз уже предупреждал рефери Уильямса, а теперь снимает балл. Уильямс этому недоволен, но с рефери не поспоришь. Так вот, ездил по всему миру. Вернее, в европейскую его часть предпочитал отправляться Чарльз Уильямс. Во Франции, в Италии несколько раз дрался. Ну и в Америке подтверждал свое мастерство. А теперь пришел черед ему отстаивать свой титул в Германии. Генри Маске великолепно обученный боец. Очень тонко чувствующий противника. Не скажу, что физически сильный. За свою карьеру 31 победа у Маски. 11 всего лишь нокаут. Но левая рука у него не для того, чтобы нокаутировать противника, а для того, чтобы набирать очки. Посмотрите, расслабленная стойка. Руки довольно далеко от головы. Защита любительская тех времен у Генри Маски. Не посчитали они с Матридом Вольке, что нужно что-то менять кардинально в действиях Генри Маски. И, как оказалось, эта тактика принесла немецкому боксеру большие успехи. Посмотрите, насколько сгруппирован Чарльз Уильямс. Он типичный представитель американской школы бокса. Хотя при всем том, что он пытается продемонстрировать, что перекрыт, это не совсем так. Идет в атаку, опускает кулак, левый или правый. И дает возможность Генри Маске набирать очки. Маски очень хорошо видит и резко переходит в контратаке. Чисто любительская манера. Вызывает огонь на себя, подхватывает атаку противника. Много возни. И, в принципе, теоретически, она не должна идти на пользу Генри Маске. Поскольку полтяжелый вес, 79 килограмм. А рост у него 1,94 метра. Высоченный. Высоченный полутяж Генри Маске. Ощущается, что удары Чарльза Уильямса поопаснее, поувесистее, нежели у Маски. Но Маски берет большим количеством работы. Идет вперед Уильямс, но идет как-то обреченно, не зная, что будет делать. Маски наносит 1-2 удара точных. Дальше клинч. И вот в этом клинче находит момент для бокового Чарльза Уильямса. Смотрите, рефери замечаний немцу на его земле не делает. А Маски прихватывает левую руку под мышку. Вот как сейчас. Ну, сейчас сам пошел вперед, нырнул Чарльза Уильямс. Но не брезгует этим приемом немецкий боксер. Уильямс не потрясен, но он уже начал уставать. Готов Маски, конечно же, к бою очень хорошо. Посмотрите, сейчас крикнул рефери «Остановись, Генри!» И Генри остановился. Мог бы за это поплатиться. Если бы на него с удар Чарльз Уильямс, то к нему никаких претензий. Помни основное правило. Защищай себя в любую секунду боя. Вот смотрите, Маски фехтуют передней рукой, добавляют потом левой, как придется, либо прямой, либо такой полукрюк. Все крюки у Маски, соответственно, получаются очень длинными. Ему удобно работать с дистанцией. Бой, конечно же, не назовешь чересчур красивым. Но вязкий, тяжелый для боксеров, невероятно тяжелый поединок. Посмотрите, в какой манере расслабленный и открытый боксирует Генри Маски. Для европейца абсолютно это не свойственно. Рефери бедняга. Приходится ему влезать в эти клинчи. Совершенно не боится делать это Алл Ротенберг. Пытается оказывать давление Чарльз Уильямс. У него манера одна. Выходить на удобную дистанцию и нокультировать противника. К этому он все время стремится. Или пан, или пропал. За свою карьеру 37 побед набралось у Уильямса. 28 нокаутов. 7 поражений. 4 из них тоже нокаутами. И 3 ничьих. Но вот к этому бою. С 85 года он одержал 21 победу подряд. Однако сказывается то, что последний раз он выходил на ринг за полтора года до встречи с Генри Маски. И периодически по ходу поединка у него возникают провалы. Чем пользуется немец время от времени. Ну а о том, как закончился этот поединок, мы узнаем после небольшой рекламы. По-прежнему в эфире классика бокса Нокаут ТВ. И мы с вами вспоминаем бой, который состоялся 20 марта 1993 года в немецком Дюссельдорфе. Чарльз Уильямс по прозвищу Принц Чарльз в трусах серебристого цвета в девятый раз отстаивает принадлежащий ему титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF. Противостоит ему легенда любительского бокса, один из самых выдающихся боксеров любительского ринга Генри Маски. На счету которого к моменту поединка 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге. Постоянно Алл Ротенберг вмешивается в течение этого поединка. Действительно вязкая борьба на ближней дистанции. Не бокс, а именно борьба. И вот раз за разом поверх руки Генри Маски наносят удары Принц Чарльз в такой ситуации. Просто Маски не привык, не привык к такой манере. И тяжеловато ему действовать на слишком близкой дистанции, поскольку метр девяносто четыре его рост. Руки очень длинные, и опыта таких сражений у него нет. А Чарльз Уильямс, для которого этот бой, напомню, сороковой, понатарел именно в таких баталиях. Публика вскакивает со своих мест. Ждет она, ждет, что их соотечественник станет чемпионом мира. Но до этого, до этого еще далековато. Поддержку зала Генри Маска, конечно же, ощущает. Она придает ему дополнительные силы. Он точнее. Его удары не очень тяжелые, но они точные. Он полегче, так скажем, на ногах. Почему я говорю так скажем? Потому что довольно коряво передвигаются в этом бою соперники. Попал апперкотом Чарльз Уильямс. И бой закончен. Говорил я, что далековато, но оставалась всего лишь минута. Но главное было узнать мнение судей. А мнение судей 115-111, 116-111, 118-110 в пользу Генри Маске, который проведет 10 успешных защит до 96-го года, когда уступят титул Вирджилу Хиллу. Кстати говоря, через 10 лет и 4 месяца он специально вернется на ринг, чтобы провести реванш с Хиллом. И этот реванш выиграет в 43 года. Ну а Чарльз Уильямс сможет занести себя в актив лишь встречу с Джеймсом Тони. Один из лучших боев в 94-м году.